Добрый день! Здравствуйте! Мы продолжаем нашу летнюю академию Дворца творчества Зеображенский. Продолжаем нашу полярную тему. Мы говорим о полюсах, о Южном полюсе, о Северном полюсе. Уже говорили и о Арктике, о растительности Арктики, в исследователе Арктики. И когда мы говорим о полюсах, о Южном полюсе, мы говорим о участниках. Тогда продолжим. Итак, говоря о полярном буген, мы... Итак, продолжаем нашу полюсах. На полярную тему нельзя не затронуть такое понятие, как вечная мерзлота. Что же такое вечная мерзлота? Я думаю, что каждый из вас слышал это понятие. Вечная мерзлота — это верхняя часть земной коры, температура которой от двух и до тысячелетий не поднимается выше нуля градусов. И если мы с вами сейчас посмотрим на экран, то увидим... На карте земного шага, земной поверхности, увидим распространение такого понятия, как вечная мерзлота на континентах. То есть цветом показаны различные части. Например, есть вечные льды и снега, которые как раз встречаются на Северном и Южном полюсе. Также мы можем видеть такие поверхности, где вечная мерзлота отсутствует. Это желтым цветом, обозначенный поверхность Земли. И только один континент есть, где отсутствует полностью вечная мерзлота — это Австралия. На всех остальных континентах, кроме поверхности, где вечная мерзлота отсутствует, присутствует еще сплошная вечная мерзлота и островная вечная мерзлота. То есть это все земли, где действительно температура не поднимается выше нуля градусов. То есть это все земли, где вечная мерзлота. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Рома! Здравствуйте! Все, появился звук. Слышишь меня? Да, теперь я вас слышу. Замечательно, хорошо. Тогда я отвечаю за тебя пока звук. Тогда я тебе еще раз расскажу то, с чего мы начали. И тогда вместе с тобой уже продолжим. Итак, мы сегодня говорим о таком понятии, как вечная мерзлота, потому что мы продолжаем нашу тему, тему нашей Летней Академии Дворца Творчества, тема полярная, мы говорим о Северном и Южном полюсе, и сегодня мы поговорим о таком понятии, как вечная мерзлота. Итак, вечная мерзлота – это поверхность земной коры, которая в течение двух и более лет, причем более достигает до тысячелетий лет, не поднимается выше нуля градусов, и достояние, то есть ширина этой части земной коры от 50 сантиметров и дальше, то есть бывает и 500 метров, а в горах такая вечная мерзлота земной поверхности достигает полутора тысяч метров. И вот давай с тобой посмотрим на экран, и здесь мы увидим нашу планету. И как по разным континентам распространено это понятие вечной мерзлоты, то есть есть вечные льды и снега, как раз-таки мы их можем видеть на Северном и Южном полюсе, есть зоны, где вечная мерзлота отсутствует полностью, есть здесь сплошная вечная мерзлота и островная. И единственный континент, где нет такого, как вечная мерзлота, то есть где почва теплее, чем 0 градусов, это только Австралия. Там действительно нет ни островной вечной мерзлоты, ни сплошной вечной мерзлоты. На всех остальных континентах, видишь, по свету присутствуют различные температуры земной поверхности. Что такое, давай с тобой посмотрим, да, вот вечные льды. Это вот так вот выглядит, можно по фотографии видеть, где льды, мерзлота, вот такой вот, постоянные льды не тают. Но, если мы говорим о вечной мерзлоте, как понятие, где температура не поднимается выше 0 градусов, то, в общем-то, ученые считают, что образовалась такая вечная мерзлота 1-2 миллиона лет назад. Произошло это в тех районах, где климат был сухим, морозным, а толщина наземного ледникового покрова совсем незначительной. То есть практически на всех материках, на всех континентах, как мы с тобой видели. И действительно, единственное место, где отсутствует, то это Австралия. В России, в России, да, в России, зона вечной мерзлоты занимает 60-65% территории. Но растения, даже вот на тех континентах, где присутствует сплошная вечная мерзлота, растения все равно есть, растут. Флора и фауна тоже разнообразны, просто она особенная. И растения приспосабливаются к таким суровым условиям. Потому что лето все равно существует, оно незначительное. Оно как не на той территории, где проживаем мы. Но все-таки почва тает, верхний слой почвы оттаивает, и корни влагу поглощают. Только длится это лето недолго, и в основном те растения, о которых мы говорим, это лишайники, мхи, нескоростые растения. Самыми ценными являются лишайники, потому что именно они служат пищей для разных животных, проживающих в этой зоне вечной мерзлоты. Разнообразие и лишайников, и мхов существует на поверхности земли. Бывают также у нас, мы уже говорили о растительности Арктики, и там представлена разнообразная растительность Африки. Есть даже цветы, например, полярный лютик. Есть ива, только она нескоростая, стелящаяся. Ну а вот в зоне вечной мерзлоты выживают еще такие деревья хвойные. То есть хвойники мы можем видеть, это ели, сосны. Можем видеть как раз в зоне, где земля оттаивает на ненадолгий период, где горные деревья успевают за это время поглотить влагу. И хвойные выживают, потому что при первых заморозках сбрасывают иголки, а у ели свои тонкие и острые иглы не сбрасывают, поскольку они покрыты тонким слоем воска, который защищает крась деревья от сильных морозов и ветров. И сегодня, вдохновившись таким знанием про вечную мерзлоту, про то, что она действительно присутствует на очень большой территории, даже нашей страны 60-65%, мы попробуем своими руками, про хвойники я заговорила не зря, попробуем сделать хвойные деревья, но не с необычного материала, не нарисовать, не сделать это с природного материала, а попробуем сделать аппликацию, аппликацию из ватных дисков. Почему пришла в голову такая мысль, аппликация из ватных дисков? Потому что ватные диски, они белые, из них можно сделать все, что угодно, и я научусь сегодня себя, других ребят, которые могут просмотреть эту запись, как можно из ватных дисков сделать разным способом хвойные растения. Такой у нас будет зимний пейзаж получится. Получится зимний пейзаж. Нам для этого нужно несколько листочков картона. Это будет нашим фоном, фон, несколько листочков картона, и сами ватные диски. По количеству я тоже сейчас ориентирую. Клей, можно кува, можно клеить для склеивания, например, у меня базу, он тоже подходит. И ножницы. И ножницы. И ножницы. Итак, несколько способов, как мы можем из обычного ватного диска сделать хвойные растения. Цвет картона я подобрала специально в гамме синий-зеленым, можно серебряный. Итак, возьму первый листочек. Итак, для первого способа нам понадобится три диска. Три ватных диска. Один, второй и третий. Берем ножницы и разрезаем диск ровно пополам, чтобы у нас две половинки были ровные. Из одного диска у нас получилось два. Мы разрезаем. Таким образом, все две диска. Получается шесть. Шесть. Шесть половинок. Те хвойные растения, которые мы будем сегодня делать, хвойные деревья, они у нас будут по принципу пирамидки строиться. Снизу наверх. Итак, берем два диска. Складываем один на другой. Получается такой у нас треугольник. Только чуть-чуть они у нас перекрывают один диск с другой. И вот так вот это основание нашего первого дерева будет. Берем клей. Сначала посмотрим по центру, чтобы листочка красиво выглядела. Сначала примеряем. Потом на это место наносим клей. И так основание нашего первого дерева получилось. Дальше берем другие две половинки. Тут они уже перекрывать у нас будут больше друг друга, чтобы самая пирамидка была уже. Если первая у нас была на таком расстоянии, то поуже. Тоже примеряем. Одну на другую у нас получается. Одну на другую. Тоже клей. И приклеиваем один. И вторую. Вот уже наша картинка приобретает очертание елки. И делаем нашу елочку повыше. Тоже берем два диска. И тут это самое узкое. Друг на друга. Перекрывает у нас две половинки выше. Друг друга, чем предыдущие. Здесь уголочек обязательно надо подраздевать. Чтобы верхушка была ровненькая. Тоже сначала примеряем схемы. И потом на эту муку приклеиваем. Итак, давай посмотрим. Это самый простой способ. Вы посмотрите, как симпатично получилось. Можно одни знаково, можно в разные стороны вкладывать. Вверх и вниз. Реидерсная елка получилась. Итак, это первый способ, который можно из ватных дисков сделать аппликацию вольного дерева. Украсить вольную елку как-то в год. Итак, теперь второй способ. Нам понадобится два с половиной диска. То есть мы берем три диска. Разрезаем точно так же ровно пополам. Четыре половинки. И еще из одного киска. Мы же берем половинку. Так, пять половинок у нас получились. И теперь каждую половинку делим еще пополам. То есть мы будем сейчас делать аппликацию из четвертина. Каждого ватных диска. Стараемся уходить в серединку и отрезать в обувь. Отлично. Все готовы. Как мы говорили, что вольные деревья отличаются тем, что у нас есть иголки. И мы сейчас разрежем, сделаем такую имитацию иголок. Вольного дерева. Вот так вот. Мелко-мелко. До серединки. Такого нашего ватного сектора. До серединки. Аккуратненько. Разрезаем. Раскушить можно каждую часть. Раскушить. Я вот тут искусственную иголочки. Каждый, каждый кусочек подготовлен. Чтобы нам потом собрать, сделать аппликацию из таких четвертинок. Второй способ. Лучше. Такого материала ватный вид. И вольный тень. Белый. Красивый. Аминь. И далее. Так. Аминь. 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 Готовим следующий диспочек. Фон. Для нашей аппликации. Можно такие аппликации делать как в виде картины, так и открытки. Аминь. Итак. Рюмь. И начинаем тоже снизу наверх. Приклеили. Сначала можно посмотреть, где мы начнем. Да. Находим вниз. Итак. Нам для начала понадобится четыре. Раз. Два. Распушить, чтобы наши ломочки были. Три. Четыре. Основание нашего дерева. И с четырех. Кусочек. Можно не снимать. Прямо аккуратно. Клей. Под каждую кусочек. Чуть чуть-чуть. Чтоб клея у нас не вытекает. С двадцатой диски. Наша стекляция с двадцатого. Ну, выклея не надо. В одну диски к картону приклеиваются очень хорошо. Чтоб чуть-чуть распушить эти иголочки, которые мы с вами только что сделали. Итак, основание нашего дерева из четырех кусочков. Дальше нам понадобится три кусочка. Мы будем накопливать сверху. Заполняем. Заполняем. Не пропускаем. Фон. И на друга. Сплошной. Белый. Белый. На. Нижние строчки. На нижние кусочки. На нижние кусочки. Нижние кусочки. Идем в верхнюю. И вот у нас там сейчас второй ряд. Для третьего ряда у нас понадобится два кусочка. Также промежутки треугольные, которые у нас получились. Найдем. Все же друг на друга. Перекрываем предыдущий ряд. И вот у нас осталось еще верхушку нашего дерева получается. Уже все верху. И в другую еще вывернусь. Приклеиваем. Приклеиваем. И распушистываем. Пушистая. Пушистая. Красивая. Пушистая. Красивая. Отличная. Красивая. И еще два половинки. Получится 20 половинок. Делим техни пополам. Одна половинка будет 9. Еще две половинки. И еще две половинки у нас получились. Смотрите, нам понадобится не четвертинки, а опять половинки. Давайте сложим пополам. Если мы сложили пополам, мы уже видим, где серединка этого диска. И к серединке вот так вот сложим два уголочка. К серединке складываем два уголочка. Вот здесь будет получать колокольчик. Кладываем и приклеиваем. Серединку диска немножко клея и приклеиваем. Так, случился один. Так же складываем. И еще следующий приклеиваем. Так, следующий. К серединке. К шмаке. К лампе. А теперь совсем другая получается. Каждую стволику подготовить. И посмотрим. Чего нам понадобится. Пять. Вот у нас готовочки получились. У нас сначала были просто плоские половинки дисков. Потом мы их разрисали. Теперь вот так вот складываем. Тоже очень красиво получается часть дерева. Берем опять листочек. И тоже начинаем снизу. Основание. Так вот стволик. То есть тревог. Потом. И потом еще одну верхушечку сделаем. Три, два, три, два, наверх. Три, два, наверх. Можем сделать повыше на счет дерева. И еще одну верхушечку. Три, два, наверх. 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 Три, три, наверх. Три, два, наверх. Три, два, наверх. Пощипать, пощипать, такой воздушный материал у нас получается, если мы пощипаем, расщипаем, пощипаем, пощипаем, да, и у нас расходится вот так вот наш ватный диск на ватные волокна. И тоже с помощью вот такого воздушного лужа материала и клея. Можно, например, сделать основание, имитируя снежный покров. Тоже аккуратненько, очень-чуть. И вот этот воздушный, как снег падает, так и опустите. Ватные волокна наклеить, чтобы не выключить и видеть, и имитация заснеживания Земли. Ну что же, мы сегодня с вами продолжили нашу полярную тему, поговорили о таком понятии, как вечная мерцлота, и попробовали сделать несколько видов хвойных деревьев такого интересного материала, ватные диски. Это используется в жизни со всем другими целями. Но если у нас есть фантазия, если у нас есть терпение, мы можем сотворить все, что угодно. И, конечно, так вот умея несколько способов, можно составить целый хвойный лес, украсить его, например, красками. А если мы можем готовиться к новогоднему, например, празднику, то эти деревья могут быть украшены и гирляндами, блестками, фонариками. Вот такой замечательный зимний пейзаж, который мы можем оставить себе или подарить нашим друзьям и знакомым. На сегодня я вам говорю до свидания. До новых встреч!